Желание женщины поскорее восстановиться после родов и снова обрести легкость и отличную физическую форму вполне понятно, при этом нет различий, каким способом женщина рожала, естественным или путем кесарево сечения. Быть снова стройными, красивыми, подтянутыми и желанными хотят все новоиспеченные мамы. Но процесс восстановления физической формы после кесарево сечения имеет свои ограничения и правила. О том, как похудеть после этой операции, убрать живот, мы поговорим сегодня. После естественных родов восстановление тоже более естественное, обычно вопрос о снижении веса остро не стоит, поскольку все происходит плавно и в свое время. После кесарево сечения, которое является серьезной хирургической операцией и грубым вмешательством в природу женского организма, восстановление более долгое и специфическое. Быстро похудеть, конечно, не получится, особенно если женщина за беременность набрала солидный запас лишних килограммов. В первые дни после операции родильнице показан щадящий режим двигательной активности. Вставать можно только через 8-10 часов после хирургических родов. У женщины после операции два шва, один наружный, а другой внутренний, который увидеть она не может. Лишь через сутки внутренний, зашитый специальными рассасывающимися хирургическими нитями, шов начинает стягиваться на уровне нити фибрина. Через неделю он начинает обзаводиться клетками, миоцитами и соединительной тканью. Восстанавливается кровеносная сетка, появляется в области рубцевания коллаген, который придает рубцу эластичность. Полное заживление внутреннего шва занимает около двух месяцев, а формирование рубца продолжается на протяжении двух лет. Именно в первые два месяца женщине нужно избегать чрезмерных физических нагрузок, инфекций, сексуальных контактов, чтобы минимизировать риски формирования несостоятельного рубца. Внешний шов на животе заживает в среднем через 20 дней после операции. Швы снимают на седьмые-девятые сутки, но это не означает, что женщина сразу может делать все, что угодно, лишь бы похудеть, ведь внутренний рубец еще не зажил. Наличие рубцов как таковых сильно осложняет задачу избавления от лишнего веса, но ничего невозможного нет. Главное не забывать о тех ограничениях, которые накладывает реабилитационный период после кесарево-сечения на весь образ жизни новоиспеченной мамы. Когда родильница интересуется, как быстро похудеть после родоразрешающей операции, она забывает добавить к вопросу простое, но важное слово «безопасно». Худеть после кесарево-сечения нужно не быстро, а в первую очередь безопасно. Поэтому для начала давайте проясним, чего делать для похудения категорически нельзя. Ходить в спортзал, заниматься на тренажерах, поднимать гантели, штангу, качать пресс до 7-8 месяцев после операции. Поднимать любой вес более 4 килограммов. Резко приседать, нагибаться. Посещать бассейн, баню, сауну до 3 месяцев после операции. Делать массаж живота до 6 месяцев после хирургического вмешательства. Использовать вакуумные банки на живот до года после операции. Садиться на монодиеты и строгие жиросжигающие диеты, если женщина кормит малыша грудью. Принимать гормональные препараты для подавления чувства голода все возможные ягоды годжи и слабительные чаи, если женщина кормящая мать. Как видите, в ограничения попадают почти все наиболее популярные способы сбросить лишние килограммы. Но это не означает, что нужно смириться с весом, научиться с ним жить и в течение полугода-года даже не пытаться ничего с лишними килограммами сделать. Вполне возможно худеть без изматывающих тренировок, изнурительной голодной диеты и установление мирового рекорда по жиму штанги лёжа. Давайте рассмотрим правильные и безопасные способы снизить вес после кесарево сечения. Правильный подход к снижению массы тела после операции всегда комплексный. Не стоит думать, что только диета или только зарядка помогут избавиться от ненавистных килограммов. Подход должен быть многосоставным и систематическим это позволит снижать до 3 килограммов в неделю. Начинать можно через 8 недель после операции, когда внутренние швы уже достаточно эластичны и можно не опасаться их расхождения. Вопросами снижения веса разумнее всего заниматься после предварительной консультации с врачом, который подтвердит, что никаких послеоперационных осложнений у молодой мамы нет. Зафиксируйте начальный вес утром натощак после туалета и желательно голышом. Заведите дневник, тетрадку, внесите начальный вес и дату и на каждый день спланируйте длительность и тип физической нагрузки, рацион и другие способы убрать обвисший живот и изрядно раздавшиеся ягодицы и бедра. Начинайте утро с легкой зарядки. Она должна включать в себя ходьбу на месте, наклоны туловища вправо и влево, вперед, круговые движения бедрами. В положении сидя на коврике можно дотянуться руками до коленей. Все упражнения, при которых напрягается пресс, недопустимы в первые 6 месяцев. После этого срока к лечебной физкультуре, а по сути ваша легкая зарядка и будет таковой являться, можно понемногу плавно добавлять подъемы ног из положения лежа, а потом переходить к подъемам туловища. Стандартный способ качать пресс. Даже легкая зарядка длительностью 10 минут уже через пару недель даст заметные результаты. После снятия наружных швов женщине нужно начинать гулять. Долгие пешие прогулки – отличный жиросжигатель. Совместите этот процесс с прогулками с новорожденным. Важно лишь помнить, что самостоятельно таскать по ступенькам до квартиры коляску нельзя, да и ребенка старайтесь носить на руках пореже. Пешая прогулка по парку в течение получаса, а потом и часа при условии, что женщина не будет стоять на месте, сидеть с соседками на скамейке в неспешных беседах, пока чадо спит, позволяет сжечь почти треть потребленных за день калорий. Если у женщины есть возможность оставить ребенка на пару часов с няней или бабушкой, этим обязательно нужно воспользоваться и добавить в программу физической активности плавания через три месяца после операции. Когда малыш подрастет до восьми месяцев, мама может смело записываться в ближайший к дому тренажерный зал и заниматься с постепенным увеличением нагрузки. Сначала только подвижные динамические упражнения на велотренажере, потом можно при желании включить в программу и гантели, но только под руководством опытного тренера. Как уже говорилось, модные и разрекламированные монодиеты для кормящей мамы не подходят. Ее питание обязательно должно быть сбалансированным, многосоставным, чтобы ребенок мог с грудным молоком получать все необходимое для своего роста и развития. При составлении меню обязательно нужно учитывать индивидуальную реакцию малыша на те или иные продукты в мамином рационе. Питаться, чтобы похудеть при грудном вскармливании, придется не менее семи раз в день. Порции, соответственно, должны быть уменьшены до 400 граммов. Общий вес всего, что планируется скушать. Помимо такого дробного питания нужно обильное питье. Лучше всего, если жидкость будет комнатной температуры, так и для лактации полезнее и для обмена веществ. Суточная норма жидкости не менее 2 литров. Когда будете планировать меню для себя на неделю, помните, что сбалансированность – это присутствие в каждом приеме пищи всех групп веществ. В целом же белков нужно потреблять в день около 40% от общего объема, углеводов и жиров по 25 и 35% соответственно. Полностью исключите консервы, маринованные продукты, фабричные сладости, торты, пирожные, сахар, большое количество соли, соленые продукты, копченое, жареное, жирное, колбасы, сосиски, мучное, алкоголь и газированные напитки. Что едим? Овощи и фрукты, причем и в свежем и в вареном виде, отварное, запеченное, тушеное и паровое мясо, рыбу-птицу, небольшое количество цельнозернового хлеба, каши из разных круп, как приготовленные на воде, так и молочные, молочные продукты, творог, кисломолочное. Этого вполне достаточно, чтобы составить вкусное, полезное и для мамы, и для ребенка меню, при котором малыш не будет испытывать недостатка в витаминах и минералах, мама не будет голодной и злой, а вес будет постепенно уходить. Главное помнить про 400 граммов. То есть обед будет таким, 100 граммов овощного супа с фрикадельками, 100 граммов тушеных кабачков, 120 граммов отварной куриной грудки и около 80 граммов яблок, груши или крыжовника. По такому принципу составляйте 6 приемов пищи через каждые 3 часа. В последний прием перед сном сделайте легким только йогурт или только яблоко. Дополнительно, если есть время, средства и желания, можно воспользоваться достижениями косметологии и физиотерапии. Быстрее снизить вес и привести кожу на животе в норму помогут следующие процедуры. Все применяется по истечению 3 месяцев после операции, не раньше. Обвертывание, ультразвуковая кавитация на область бедер и живота, вакуумный массаж банками после 12 месяцев с момента проведения операции, лазерный липолиз. Перед тем, как решиться на тот или иной вспомогательный метод, обязательно нужно уточнить у врача, можно ли вам после операции уже проводить такую процедуру или пока стоит подождать. По отзывам, женщин на щадящем режиме похудения в неделю удается сбросить около 3 килограммов, причем в первой неделе похудение происходит более интенсивно, чем потом, но останавливаться не нужно, тогда удастся достичь стойкого эффекта и отличных результатов. У кормящих мам процесс снижения веса идет чуть медленнее, чем у женщин, которые не кормят грудью. Это связано с особым гормональным фоном молодых мам, связанным с лактацией, но и им в течение года вполне удается вернуться к прежним формам. Отзывы о полной неэффективности мер по похудению после операции могут быть связаны, скорее всего, с ленью.